Эмоциональный уровень развития означает хобби. Развитие на уровне ума означает деятельность по своим способностям. Развитие на уровне разума означает, включается природа человека. Она включается, когда у человека есть миссия перед обществом и когда он хочет себя людям отдать на всеобщее благо. И четвёртый уровень развития находится выше чувств, ума и разума. Человек, который на уровне души находится, становится для всех наставником и находится выше всех других категорий. То есть, другими словами, он выше хобби, выше способностей, выше природы человека. Он просто для всех старший. Неважно в чём. Он может быть старший, как врач, всех учат в медицине. Старший, как бизнесмен, всех учат в бизнесе. Там, допустим, вот этот вот Стивен Джобс, да, он в конце жизни стал старшим. Он начал, как бизнесмен, начал обучать всех успешному бизнесу. То есть, он достиг такого понимания вообще. Мы с вами вчера говорили о том, что счастье человека достигается в результате его развития. То есть, на первой стадии развития человек должен включиться просто как личность в жизнь. означает для женщины это творческая сила, то есть желание жить. Женское желание жить означает учиться в любви себя проявлять, в творчестве. Вторая стадия развития для женщины это семейная жизнь. Третья стадия развития для женщины это её природа. То есть, она в социуме начинает делать то, что всем приносит счастье ей. И четвёртая стадия это мудрец. Первое, сначала мужчина должен включиться как личность, должен включиться в жизнь. Поэтому он должен перестать стать ватрушкой, должен сначала физические усилия работать над своим телом. То есть, он должен стать физически таким выносливым, сильным человеком. Потом дальше у него включаются творческие способности, он начинает действовать на уровне хобби. Потом постепенно выходит на уровень способностей, потом дальше выходит на уровне своей природы. И заканчивает своё развитие как наставник, как старший. Какие вехи как бы в жизни? Если женщина творчески включилась, значит она перестала быть мечтательницей и вышла на уровне хобби. Ну то есть, она начала мастерить, писать, петь, ну и стала красивой, сильной девушкой. Это значит, что она скоро выйдет замуж. Вышла замуж, родила детей, вышла на следующую стадию, захотелось что-то сделать полезное для людей. Вышла на стадию общества. Как выйти на стадии, допустим, своего предназначения женщине, после того, как она, допустим, уже себя развила как личность в семейной жизни. Для этого она должна, для того, чтобы переключиться со стадии хобби на стадии семейной жизни, она должна принять ответственность за свою жизнь. Она должна перестать жить просто для себя, потому что женщины часто не могут выйти замуж по одной очень интересной причине. Женщина хочет выйти замуж, но не может. И причина такая. Полюбить тебя уж не хватит сил, мне одной теперь хорошо, где ты раньше был, где ты раньше был, что так поздно ко мне ты пришел. Понимаете, то есть одной теперь хорошо. Вот если женщина находится на этой стадии хобби, и у нее ей все нравится, она творческая, и женщина всегда, она наслаждается жизнью, ей фактически всегда самой собой хорошо. Если ее еще кто-то кормит, так вообще супер. Вот. Понимаете, мне одной теперь хорошо, означает, замуж никогда не выйдешь. Потому что мужик это кто такой? Женщина кто такая? Она гармоничная, нежная, ласковая, то есть она как бы лучшая половина человечества. А мужик кто такой? Он постоянно что-то добивается, что-то хочет, что-то меняет. Это деструктивная половина человечества, та, которую трудно выдержать, понимаете. Поэтому женщина, когда она так мечтает, думает, у нее какой-то недеструктивный мужик будет. Но мужики все одинаковые, понимаете. Когда она с каким-то начинает встречаться, потом подходит ко мне и говорит, Олег Инатьевич, я не знаю, выходить мне замуж или нет. Почему? Потому что он не женщина же. С ним жить тяжело с мужиком. И она это чувствует с самого начала. И вот одно теперь хорошо, вот это надо перейти, понимаете, через эту стадию, чтобы замуж выйти. Взять ответственность за свою жизнь в этом плане. И тогда выйди замуж. Перестать быть мечтательницей тоже. Потому что женщина думает, что ей вот положено лучше, чем этот вот Алеша. Понимаете? А вот как раз тебе наоборот, как бы, не положено лучше. Если за Алешу не выйдешь, то вообще за Васю придется выходить. Ну я как бы так это. Не то, что Алеша лучше, чем Вася. Просто шучу. Не обращать внимания. Ну вот. Ну то есть, идея в чем заключается? В том, что на всех веках надо что-то делать. Вот допустим, хочешь быть не мечтательницей, тогда растормозись, начни что-то делать творческое. Хочешь замуж, тогда пойми, что твоя вот эта вот вальяжная жизнь закончена. Теперь тебе придется напрягаться. Дальше. Хочешь... Женщина иногда ко мне подходит. Олег Геннадьевич, что-то я в семье уже запеклась, замучилась дома. Ну хочу что-то вот... Для людей сделать хорошее. Я говорю, замечательно. Если хочешь, тогда начни молитву, работу над собой. Потому что ты хочешь перепрыгнуть с уровня способностей на уровне разума. А на уровне разума женщина означает развитая женщина. То есть, если ты как бы развила себя как личность, хорошо, теперь ты всем нужна, как лидер общества. Иди и сделай что-то полезное для людей. Все люди, которые достигают своей природы, даже самой четвертой категории, они все лидеры общества. Они все очень полезные, ценные люди в обществе. И тогда она переходит, если начинает работать над собой на третий уровень. Мужчина, какие вехи. Первое. Сначала надо просто бегать, начать зарядку делать. Пойти в бокс, чтобы тебе там морду набили, чтобы ты немножко растормозился. Ну, стань мужиком. Дальше сразу растормозил, сразу начал творчески действовать. Чтобы с творческой активностью перейти на деятельность по своей природе, мужчине надо закрепиться в какой-то деятельности и полюбить труд. Труд полюбил. Можешь жениться теперь. Потому что жена скажет, иди скотина работать, хватит тебе дурью заниматься. Ну, то есть, детей кормить надо. Вот. Ну, то есть, она его заставит родину любить, понимаете. И дальше он пойдет работать, потому что, куда деваться, ну, что делать. И он пойдет работать. И постепенно в деятельности, в этой работе он поймет, где ему работать лучше. Это значит, что он выходит на уровень своих способностей. А чтобы с уровня способностей перепрыгнуть, как люди ко мне подходят, и говорят, Олег Геннадьевич, работа хорошая, все нормально, устаю там. Что-то счастья нет в жизни. Начни заниматься духовной практикой, работай над собой, молитва, развитие, изучай, как правильно жить. И когда у тебя разум станет сильным, сильнее, чем желание денег, у тебя станет разум, когда сильнее, чем желание денег или самосохранение в жизни, тогда ты сможешь заняться деятельностью по своей природе. Ну, понимаете, разум сильный не означает, что, типа, да пошли все нафиг, я хочу по своей природе заниматься деятельностью. Я пойду преподавать йогу, это моя природа. Мне так человек говорит. Я говорю, а денежки там у тебя будут? Вот неважно, мы потерпим с женой, надо же по своей природе жить. А жена как считает? А жена пока никак не считает, мне так кажется. Но жена, вот между прочим, считает очень четко, что мы не потерпим. Понимаете, то есть человек по барабану, что там семья будет есть, главное по своей природе заниматься. Будет йога давать деньги или нет, неважно. Важно, чтобы по своей природе. Потом хорошо, у него дошло до него, мозги вставили на место. Он говорит, Олег Геннадьевич, а как йогой заниматься, чтобы деньги были? Я говорю, для этого у тебя должно быть в башке больше. Развивайся как личность. Придет время, и деятельность по твоей природе будет давать тебе деньги. И тогда можешь переходить на этот этап. А если ты мечтатель, тогда какой смысл? Работай по своим способностям тогда. Понимаете, сильное развитие разума означает успешность человека в этой деятельности, которая ему нравится и которая людям тоже приносит счастье. Но до этого ты должен по способностям работать. Так человек должен жить. А развитие означает духовное развитие. Духовное развитие означает волевая сила, нравственная сила, благочестие человека, сильное понимание смысла жизни, сильная способность побеждать судьбу, сильная способность приковываться памятью к молитве, сильная способность побеждать болезни, сильная способность прибеждать, принимать близких людей, сильная устойчивость личной жизни, сильная способность помогать детям. Это все означает сильный разум. Если у вас нет устойчивости в личной жизни, нет устойчивости в молитве, нет устойчивости в своем здоровье, значит разум слабый. Значит действуйте, работайте по своим способностям, не дергайтесь пока.